Задали вы себе вопрос, приехал ли я сюда на отдых? Нет. Это выпуск о недвижимости Турции. И сегодня вы узнаете все секреты и подводные камни о владении недвижимости в этой прекрасной стране. По данным, опубликованным Министерством культуры и туризма Турции, в 2022 году страну посетили 44 млн 564 395 иностранных туристов. Это на 80,3% больше, чем в 2021 году и всего на 1,1% меньше, чем в 2019 году. А также расскажу о рисках и привилегиях владения недвижимости в Турции и порассуждаем и узнаем, что же произошло с турецкой недвижимостью после землетрясения. Первое место по количеству прибытий в Турцию в 2022 году заняли граждане Германии – 5 679 194 прибытия. На втором месте по объему турпотока в Турцию в 2022 году оказалась Россия – 5 232 611 прибытий. Из-за геополитического кризиса, повлекшего сокращение объемов авиаперевозок российскими авиакомпаниями, турпоток из России в Турцию вырос на 11,5% к 2021 году, но все еще остался меньше на 25,4%, чем в 2019 году. Этот выпуск будет состоять из двух частей. Во второй части мы возьмем эксперта на рынке недвижимости Турции, посмотрим объекты уже строящиеся, готовые, порассуждаем, есть ли в них инвестиционная привлекательность. Ну а сейчас все секреты про недвижимость Турции и с вами Зубик Виктор, канал Smart Run про недвижимость. Поехали! Небольшой дисклеймер, почему я решил снять выпуск про недвижимость Турции. Потому что огромный хайп сейчас по поводу этого рынка. Хочется разбираться, хочется в первую очередь также развивать себя с точки зрения контента, насмотренности, изучать разные рынки и быть действительно в теме, а не просто говорить, знаете, лира растет, поэтому недвижимость Турции рассматривать не нужно. Поэтому я также, как и вы, работаю с своими какими-то предубеждениями, развиваю еще разные рынки, может быть, в том числе ищу рынки для себя и для своей компании Smart Run, ищу куда можно инвестировать. Именно поэтому это будет крутой, классный выпуск. Надеюсь, вы его заоцените и поставите лайк. Поехали! Наверное, одна из целей выпуска, который мы снимаем, заключается не в том, чтобы понять, не знаю, подходит ли Турция кому-то в качестве инвестиций, а для полной полноты картины, которую мы собираем. Потому что есть недвижимость в Эмиратах, да, и мы там делаем большую аналитику. Мы сейчас рассматриваем соседний регион Саудовской Арабии, который сейчас откроют для иностранных граждан. То есть раньше иностранные граждане не могли купить. Есть условная недвижимость в Грузии, которую активно сейчас покупают. Но Грузия относится все-таки к СНГ, и там есть определенные риски. Я думаю, тоже стоит рассмотреть. То есть цель – собрать большой пазл из нескольких рынков для того, чтобы, можно сказать, допустим, Турция подходит под такие-то задачи. Вообще, в целом, я вижу, что недвижимость в Турции – это больше не инвестиция, ну, то есть с целью спекуляции, заработка, а больше для того, чтобы просто спрятать деньги, сохранить свой капитал и купить себе там классно комфортный домик для проживания. Потому что многим Эмираты, особенно для постоянного проживания, они никак не подходят. То есть, условно, там с мая по сентябрь нужно просто-напросто уезжать оттуда. Ну и в целом рынок аренды там тоже в это время проставит. Здесь сейчас практически там круглосущный доступ для туристов, потому что туристы круглогодично приезжают сюда. Хорошая аренда, выгодные ставки. Ну и, как всегда, там большая часть недвижки, она в любом случае продается с отделкой. Но, например, там полностью перекидывать, допустим, капитал сюда в Турцию или в Эмираты, ну, это максимально глупая идея, которой сейчас страдает огромное количество инвесторов. Они сейчас на панике продают, допустим, классные активы в Москве, при том продают это с дисконтом. В многих случаях придется заплатить налоги, да, плюс расходы на продажу, на покупку. И сюда, соответственно, нужно еще перевести деньги. А это расходы на перевод, либо это крипта, либо это свифт дорогое, либо, соответственно, ну, в целом перевозка наличных денег, вы представляете, сколько там может обойти. 2022 год стал для Турции рекордным по количеству продаж за всю историю. Для этого было несколько предпосылок, одна из которых – это рост инфляции внутри страны, которая составила 85%, также побив все рекорды. Другая причина – геополитическая, связанная со спецоперацией в Украине и притоком инвесторов из России и Украины. Больше всего иностранцы инвестировали традиционно в Стамбул и Анталию. Но в этом году Мерсин опередил Анкару по количеству продаж. В 2022 году россияне стали крупнейшими покупателями жилья в Турции среди иностранцев. За год граждане России купили там больше домов и квартир, чем за последние шесть лет. Граждане России в 2022 году купили в Турции 16 300 домов и квартир, свидетельствуют данные Института статистики республики. Если же мы посмотрим Анталию, то по сравнению с 2021 годом практически в каждом месяце процент иностранных инвестиций увеличивался вдвое. И как раз даже по месяцам видно на момент начала спецоперации, что был большой рост приток именно российских покупателей в Анталию. 86% в Алании покупателей это иностранцы, в других регионах, конечно, этот процент меньше. То есть в Анталии много покупают иностранцы, но, конечно, там много и местные покупают, потому что там 2 миллиона населения. В Стамбуле тоже высокий процент иностранцев, но, конечно, основные покупатели это турки. Ну, вот если говорить про русскоязычных клиентов, то в Алании их довольно много. Ну и, в принципе, они в прошлом году, например, по статистике на первом месте в Турции по покупкам были граждане РФ, на четвертом месте были граждане Украины, на пятом граждане Казахстана. Второе и третье заняли, по-моему, Иран и Ирак, которые традиционно часто занимают первые места, потому что они не покупают в курортных регионах, но они как раз покупают много в Стамбуле, в Ангаре, в других локациях. Мы часто видим, что курс лиры постоянно падает. Знаете, знаете, очень похоже на такой белорусский рынок или рынок Аргентины. Я бы так сравнил недвижимость в Турции, точнее, курс валюты в Турции. Но здесь, как и в многих среднеразвивающихся странах, недвижимость продается не в своей валюте, условно, в лирах национальной, а она продается в иностранной валюте, здесь вся недвижимость продается в евро. То есть это спасает огромное количество инвесторов от обесценивания их денег, особенно если сюда они перевезли евро. А вы, скорее всего, евро будете покупать в России. Не забывайте, что вы тоже теряете курсовую разницу. Евро покупаете в России, переводите деньги сюда, а здесь покупаете недвижимость евро. Какие есть сейчас цели и стратегии инвестирования на рынки недвижимости в Турции? Конкретно сейчас большое количество клиентов по-прежнему инвесторов, которые спекулятивно покупают. Но их, кстати, стало меньше. То есть если у нас какой-то период времени инвесторы были большинством, то сейчас уже, пожалуй, нет. То есть они покупают спекулятивно для того, чтобы перепродать. На фундаменте купил, в конце стройки продал. Вторая категория – это инвесторы такие более консервативные, которые покупают под сдачу в аренду, или которые, скажем, просто покупают, чтобы было, чтобы куда-то деньги припарковать. То есть у них нет четкого запроса, что вот я хочу перепродать в конце стройки. Они часто оставляют эту недвижимость, сдают в аренду. Третья категория – это те люди, которые либо собираются сюда переехать жить. В таком случае это может быть либо под паспортную программу. То есть в Турции, если ты купишь официально на 400 тысяч долларов, то ты можешь получить турецкий паспорт. 400 тысяч долларов разной недвижимости. Недвижимости, да. Не обязательно одна какая-то квартира. Да, это может быть несколько разных объектов. То есть вот купить на 400 тысяч, получить паспорт. Либо, если нужно… Прямо окошко такое, да? Приносишь документы, так вот, я купил 4 квартиры, каждая по 100 тысяч. Где мой паспорт? Ну, она немножко по-другому работает. То есть если, ну, не хочу сильно упрощать, да, то есть если ты покупаешь на паспорт, то нужно, соответственно, правильно проходить процедуры изначально. То есть нельзя сначала накупить квартиры, потом через месяц сказать, так, я пойду заодно и паспорт получу. То есть все равно нужно заранее выстраивать стратегию? Да, нужно заранее выстраивать стратегию, да, потому что, когда ты покупаешь под паспорт, у тебя даже назначение платежа в банке должно быть указано, что это покупается под паспортную программу. Поэтому у нас были пару раз такие кейсы, когда люди, ну, наши менеджеры, естественно, всегда проговаривают, всегда спрашивают для чего, что, как. То есть мы считаем, что, в принципе, прежде чем браться за запрос, нужно задать там 20-30 вопросов, как бы, которые максимально помогут понять, как бы, запрос клиента. То есть мы не начинаем предлагать ему недвижимость, пока мы не понимаем полностью от А до Я, как бы, что ему требуется. Ребята, я точно уверен, что у вас будет огромное количество вопросов, на которые невозможно ответить в рамках одного видео. Поэтому в рамках такой стандартной практики я, как всегда, сделаю небольшой чат в Телеграме. Он будет бесплатный, который будет посвящен недвижимости в Турции. Ссылочка будет в описании, чат будет абсолютно бесплатный, там с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Меня сейчас чуть водой не залило. Куда именно вот по твоему опыту инвестируют? Вот там твои клиенты, ты инвестируешь, да, потому что у тебя там практика больше, там, 10 лет опыта. Вот ты в какие сегменты инвестируешь, там, как бы, чтобы мы прям понимали, как бы, куда и нам тоже инвестировать, если мы будем рассматривать Турцию? Я тебе скажу так, у меня эволюционирует тоже мнение. Я вначале, вот, тоже вы, первый объект я смотрел, как бы, ну, не эконом, скажем, ну, такой типа, ну, средний класс, там, бизнес-класс. Потом мы начали больше смотреть, ну, буквально, там, 5 лет назад, 3 года назад, мы начали больше смотреть только премиум, только премиальные проекты, там, в самых классных локациях, там, самые такие вот люксовые. Если мы хотим заработать, то есть хотим действительно делать максимальную доходность, то нужно выбирать частных ребят, которые покупают площадки, строят классический инвест дома, там, условно, one-bedroom, two-bedroom с адекватным ценником. Да, там есть больше рисков, но там и будет больше доходность, особенно, если вы у них покупаете на старте продаж, дом строят всего лишь за полтора года, и, конечно же, здесь можно получить хорошую доходность на уровне, где-нибудь, там, 30%, 40% годовых, понятно, с учетом плеча, если вы покупаете в рассрочку. Но все же, самой важной, отличительной особенностью здесь новостроек, вне зависимости от ее класса, является наличие бассейна. То есть даже в каком-нибудь небольшом комплексе эконом-класса, а здесь есть эконом, будет все равно маленький бассейн, никто ему, что пользоваться не будет, но главное, что его в любом случае поставят. Здесь у нас небольшой ЖК, я все-таки считаю, что ЖК комфорт-класса, бассейн, сделали горочку, понятно, что в апреле месяце никто не хочет купаться и плавать, это вам не Дубай, в Дубае и можно зимой покупаться в бассейне. Здесь все-таки есть определенная сезонность, но зато не так жарко, и мне кажется, что Алания, вот здесь вот эта зона, она больше подходит для постоянного проживания, чем, например, Дубай. Именно поэтому многие как раз-таки выбирают Турцию, низкоэтажная застройка, бассейн, своя территория, вкусная турецкая кухня, наверное, поэтому недвижки здесь постепенно растет. Увеличивается спрос, жилья все равно не так много строят, как казалось бы, и там, и там строят, но она все-таки низкоэтажная, здесь не по 30 жей дома. Ну и доступность жилья, доступность климата, это все влияет на большой плюс. Очень важный момент, на который стоит всегда обращать внимание. Дело в том, что мы в России привыкли, что первый этаж, это вот классический первый этаж, у вас там окна идут, не знаю, на парковку. Если мы смотрим зарубежную недвижимость, то зачастую у нас всегда идет Гранд Фур и идет там первый, второй этаж. Так вот здесь отличный пример за моей спиной, когда мы видим квартиры на первом этаже, видимо, там своей небольшой террасой, можно практически сразу выйти в бассейн. И здесь, мне кажется, для инвеста такие лоты действительно можно рассматривать, первый либо второй этаж, потому что у вас здесь нет окон в окон. Такие квартиры будут значительно дешевле, но если касается их сдачи в аренду, а все равно много недвижек здесь приобретается под аренду составляющую, сохранить деньги, поздавать в аренду, ну и дальше понять, нужна эта квартира, не нужна, то я 100% рассматривал бы низкие этажи и не переплачивал за видовые, потому что, например, здесь видовая квартира с видом на море минимум плюс 50% от ее реальной рыночной стоимости. 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7 балла, в результате которого погибло более 35 тысяч человек. По словам президента страны Реджепа Таипа Эрдогана, это землетрясение по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции, превзойдя землетрясение 1939 года. Землетрясения, произошедшие в Турции, вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире. В результате землетрясения в Турции были разрушены не только жилые дома, но также церкви, мечети и здания, представляющие историческую и культурную ценность. Вячеслав, у меня в первую очередь есть, я думаю, самый важный вопрос, который задал бы любой наш подписчик. Как повлияло землетрясение на рынок недвижимости в Турции? Возможно, он не такой красивый вопрос, да, потому что мы как бы сравниваем проблему с инвестициями, но мы здесь все-таки хотим обсудить, наверное, инвестиции в данный рынок и понять, как повлияло или как влияет до сих пор. В принципе, этот вопрос, наверное, самый популярный в течение последних полутора месяцев после землетрясения. Смотри, я бы так сказал, что повлияло и продолжает влиять, но как бы по не спадающей. То есть, в принципе, влияние этого фактора, оно с каждым днем уменьшается. То есть, когда произошло землетрясение, я не могу сказать, что у нас полностью остановился рынок, там, делки перестали идти и так далее, но основное информационное поле было занято землетрясением. То есть, все думали о землетрясении, все о нем говорили. Много посыпалось хейта из-за разряда, что, а, все плохо строили, а, все теперь, все развалится, там, цены упадут, рынок встанет. Мне так же казалось. Все сгорится и так далее. Мне сразу так же показалось, да, весь этот момент, что как бы что-то сейчас набрали недвижки в Турции, сейчас землетрясение, какой-то коллапс, да кому она нужна там? Да, но по факту у нас, на самом деле, сделки проходили, после землетрясения, сделки все равно проходили почти каждый день. Есть люди, которые как бы сильно не взаимосвязали, потому что все-таки землетрясение произошло на востоке Турции, это там почти 600 километров от Алании, соответственно, до Алании дошли только отголоски. Алания находится как раз в самой зеленой зоне, то есть, вот это курортное южное береговое побережье, средиземноморское, оно самое безопасное, то есть, здесь как бы зеленая зона. А вот как раз восточная часть Турции, там, где и произошло землетрясение, она, в принципе, и является самой сейсмоактивной, потому что она находится на стыке двух тектонических плит. И поэтому там и раньше бывали землетрясения сильные, и сейчас оно произошло, и, соответственно, это, в принципе, самая опасная локация, где они могут быть и дальше. Ну, получается, сейчас, скорее всего, будут пересматривать всю технологию строительства. Мне кажется, со стороны, что там рынок недвижимости там в Турции очень похож, ну, поправишь, я, наверное, очень грубо скажу, типа, похож, не знаю, на Сочи как, да, то есть, какие-то площадки есть, куски земли, кто-то там купил, и начинают там строить. У кого-то самострой, у кого-то официальные легальные дома, то есть, все там куча намешанная, и никто не контролировал до этого, ну, детально, как то, что строят. Сейчас же, скорее всего, ведут новые какие-то требования, не знаю, толще монолит нужно лить, еще что-то, и это, скорее, повлияет на увеличение себестоимости. Хорошие правила были прописаны и раньше, то есть, например, даже вот в этом регионе, в Алании, хотя он сейсмоустойчивый, здесь все равно требования, что здания должны выдерживать 8 баллов землетрясения. То есть, по правилам, вот, ну, в принципе, даже в Хаттайе, где произошло землетрясение, если бы все придерживались правил, то, как бы, оно бы выдержало. То есть, тут вопрос не в переписывании правил, а в следовании тем правилам, которые уже есть. По большому счету, если бы везде все было по стандарту, там, нигде не схалявили, как бы не залили хуже бетон, там, или еще что-то, то, наверное, и меньше людей бы пострадало. То, что сейчас произошло, произошли разрушения. В основном, там, старые дома порушились. И есть такой момент еще в 2018 году, несмотря на то, что регулирование строительства по землетрясениям было еще с 2000 года, после прошлого землетрясения, до 2018 года дома, которые строились, в 2018 году получили амнистию. Даже если там были какие-то нарушения в строительстве, их амнистировали. И поэтому сейчас нельзя быть на 100% уверенным, что если ты берешь жилье какое-то, ну, там, например, 2018 года, 2017 года, такое относительно свежее, да, что оно будет безопасным для проживания. Наверное, главным моментом, который стоит отметить относительно недвижимости Турции, в данном случае, если мы поговорим про Аланию, это то, что здесь действительно происходит большая такая трансформация, большие изменения. То есть, буквально несколько лет назад это все-таки такой стиль а-ля Сочи, сейчас заставляют много что переделывать, появляются новые здания, появляются другие требования к и застройщикам, в том числе, как раз-таки после землетрясения. И в целом появляются другие требования относительно уровня потенциального потребителя, покупателя недвижимости или тот человек, который будет отдыхать здесь. Потому что ценник подрос. В многих случаях, соответственно, люди, которые хотят платить этот прайс, они хотят классный, хороший сервис. Мы видим, что активно полностью переделывается набережная. Вот я прогулялся по набережной. На самом деле, в большей степени, довольно такая стрёмненькая. Но сюда, мы видим, вкладывают-вкладывают деньги, общаясь с жителями, понимаем, что там год назад было еще хуже, и сейчас идет большая такая трансформация. Сейчас постепенно рынок как-то оживляется и меняется. Поэтому, если мы даже рассматриваем просто с точки зрения развития этого региона, то этот регион в любом случае будет расти, развиваться. У него у самого есть много внешних точек роста именно за счет развития инфраструктуры. Что касается самой Алании, то мне, наверное, кажется, что Газипаша, вот та часть, которая развивается ближе к аэропорту, она будет более интересна для инвестиций. Потому что рядом аэропорт, вот, например, у меня завтра вылет, мне нужно просто-напросто искать трансфер, два часа ехать, добираться, платить лишние деньги. Мне было бы комфортнее из Москвы, там, или из любого города, из СНГ прилететь в Газипашу на самолете и там за 15 минут доехать на такси. Один из главных рисков покупки недвижимости в Турции – это является, возможно, недострой. Потому что здесь никто не будет защищать ваши права, особенно если вы гражданин другой страны. Покупая недвижимость в России, даже если застройщик не достроит, есть сейчас эскроу-счета, а в целом даже те, кто покупали до введения эскроу-счетов, могли в целом претендовать на то, что фонд защиты обманутых дольщиков в лице государства, которое субсидирует эту всю историю, вам поможет достроить дома. Мы видели огромное количество успешных примеров. Тот же Urban Group практически все люди уже получили ключи. Но те, кто покупали квартиру. Здесь же в Турции какого-то понятного механизма защиты дольщиков я не вижу. Здесь нет эскроу-счетов. Да, здесь есть отбор застройщиков. Здесь не каждый застройщик может построить большое здание, набрать денег и кинуть потенциальных дольщиков. Но в любом случае вы, ваши деньги, а в многих случаях это будут наличные деньги, вся сумма либо рассрочка, вы ее передаете застройщику напрямую. И он, используя эти деньги, строит дом. В основном здесь строят небольшие низкоэтажные дома в районе 5 этажей. Есть Grand Floor, соответственно, подземный паркинг и там 3-4 этажа, плюс наверху какая-то терраса. И именно поэтому я считаю, что инвестиционная доходность на территории Турции еще осталась. Потому что те, у кого есть деньги, представьте, у вас есть большая сумма, например, там 300 тысяч евро, полмиллиона. Вы хотите себе купить готовую классную квартиру с отделкой, вы выбираете готовое жилье, вы не пойдете в стройку. Если вы хотите сделать инвестицию, то инвестиция сопряжена с отправкой наличных, инвестиция сопряжена с достроить и достроить, ну и в целом непонятно, какого качества. Застройщик, там условный девелопер, передаст вам вашу квартиру. Все сделки с недвижимостью облагаются налогом в 4% от кадастровой стоимости. Это касается любой недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Исключение, если дом был восстановлен по программе реновации, которая в Турции очень масштабная. Старый жилой фонд сносит порой целыми районами, чтобы тут же возвести новое жилье. Налогообложение Турции считается благоприятным для ведения бизнеса и проживания в данной стране. Следует отметить, что Турция с Россией не имеет подписанного соглашения об обмене информации в части нарушений в налоговой сфере. С какими рисками может столкнуться покупатель? И куда идут деньги покупателя, когда он покупает квартиру? Ну, смотри, есть риск того, что комплекс будет плохо управляться. То есть это, в принципе, об этом никто не думает, когда покупают на фундаменте. Но когда проходит время, комплекс сдан в эксплуатацию, то есть застройщики, которые хорошо управляют, есть которые самостоятельно управляют комплексами, и там все окей, а есть те, которые или вообще на это плюют, ну, как бы, или сами управляют и управляют похабно, или отдают на какие-то плохие управляющие компании. Поэтому мы стараемся, ну, мы смотрим и анализируем, как бы, не только качество строительства, а и качество управления уже готовыми проектами этого застройщика. Это один момент. Второй момент – это риск задержки строительства. То есть, ну, в Турции нет такого глобального, там, ну, глобальной проблемы с недостроями, объективно. То есть я знаю, там, буквально 2-3 комплекса за 10 лет, которые застройщики не сумели закончить, и их по тендерам забрали другие застройщики и заканчивали вместо них. Ну, что-то типа, как в России, там, фонд помощи дольщикам, который, там, выделяет деньги из бюджета, достраивает здесь, что-то здесь по-другому девелоперу отдают, да, и он достраивает. Да, по-другому, да. То есть это не как какой-то фонд помощи, это, в принципе, все равно на коммерческой основе. То есть, грубо говоря, там было 2 таких кейса, когда застройщики не смогли закончить, и в обоих случаях они бежали из Турции, там, попали в розыск Интерполу и так далее. Один случай был, там, году в 2014, наверное, второй в 2017. За последние несколько лет, не знаю, где по дереву постучать, но, как бы, таких кейсов не было. Но даже вот в тех кейсах, про которые я сказал, там, получается, другие застройщики заканчивали. То есть, конечно, срок стройки сильно сдвинулся, там, в обоих случаях, там, на год-полтора задержалась стройка, ну, по крайней мере, дома застройки. Все равно дом достроили, достроили, получили ключи. Вообще, Турция – это страна, в которой очень сильны законы, связана со всеми другими странами, в том числе с НАТО, и в целом, как бы, законодательная база здесь действует очень хорошо. Другой вопрос, если инвестор сам ищет для себя какие-то обходные пути, не действует правильно, не перечисляет правильно деньги. Есть же определенная схема, как правильно купить недвижимость. Если он ищет какие-то обходные схемы, то он, конечно, их всегда найдет. И в этой ситуации он окажется в опасности. То есть, предложения на рынке есть вообще разнообразные, как увеличить там стоимость, например, если нужно гражданство стоить 400 тысяч, а квартира 320 тысяч, там, приписать какие-то цифры. Соответственно, все вот эти вот нелегальные способы, они могут нести за собой риски. Если же все делать официально и легально, то особых рисков для инвесторов здесь не существует. Раз мы здесь говорим про секрет рынка недвижимости Турции, то, мне кажется, самый важный секрет, про который никто не хочет говорить, ни риелторы, ни агентства, ни в целом даже сами люди, которые инвестируют в недвижимость Турции, это то, что огромное количество недвижимости продается по заниженной стоимости. То есть, многие хотят уйти от налогов. И речь даже идет не про обычную переуступку. То есть, если вы в России постоянно уходите от налогов, например, купили квартиру за 10 миллионов, продаете за 12, и вы также в договоре показываете 10 миллионов, чтобы не платить 2 миллиона, не платить с 2 миллионов, 13% НДФЛ, 260 тысяч рублей, то здесь такая же ситуация даже происходит на рынке недвижимости прямой продажи со стороны застройщика. Потому что застройщики, как я понимаю, тоже не могут везде показать полную стоимость, из-за этого должна увеличиваться ценник на недвижимость. Конечно, с учетом того, насколько цена на недвижимость выросла, я думаю, не так сильно выросли вообще комплектующие и стройматериалов, я думаю, застройщики могли бы себе позволить продавать недвижимость по полной цене, но рынок так устоялся, так принято. То есть, в целом, большая часть людей действительно так продает недвижимость. И мне кажется, это довольно большой минус. Может ли финансовый кризис, условно, например, в США, повлиять на недвижимость Турции, так как это единая глобальная история? Может. Мы же не будем говорить, что это невозможно, что Турция только будет дорожать. То есть, я вообще не сторонник таких, знаешь, односторонних выводов, односторонних прогнозов. Конечно, каждый рынок может испытывать и хорошие, и плохие времена. То есть, вот за эти почти 11 лет, что мы работаем с этим рынком, был и период спада. То есть, в конце 2015 года, когда сбили самолет, какое-то время был такой, ну, довольно неактивный рынок. Он, в принципе, был неактивный года три, наверное, или четыре. То есть, в принципе, вот там ряд факторов был, где-то с 2015 по 2018-2019 год даже. То есть, рынок был менее активный, чем до этого. Во время коронавируса, естественно, это тоже такой черный лебедь, который прилетел, и, соответственно, рынок в 2020 году, он просел относительно 2019-го. Другой важный минус рынка недвижимости Турции заключается в том, что, в любом случае, вам нужны наличные. То есть, да, можно взять рассрочку, все такие. Есть тоже рассрочка, она тоже как в Дубае. Она не такая же. Здесь, в целом, рассрочка максимум выдается на период строительства, либо, в целом, на один год. Не зависит от того, когда вы купили эту недвижимость. Получается, ну, даже если у нас стоит 150 тысяч долларов, окей, будет первый взнос 20-30 процентов. То есть, 50 тысяч долларов, 50 тысяч евро здесь нужно это все оплатить. То, что здесь евро, это тоже определенно, знаете, такой момент, он очень хитрый. То есть, как будто вам кажется, что примерно как в долларах, но в евро, и это все равно на 5-10 процентов дороже, в зависимости, какой процент времени, в какое время вы смотрите это видео. Давайте вернемся к рассрочке. Рассрочка здесь, в среднем, годовая. То есть, если внесли 50, то вам нужно за год собрать еще 1000 евро. Можно ли спекулировать, то есть, зайти с плечом и перепродать недвижимость, что у вас потенциальный покупатель купил эту рассрочку и выплатил? Да, но это возникает, то есть, это задает дополнительные риски. У вас должны быть эти деньги. А надеяться, что кто-то купит, да, ну, то есть, то же самое, как надеяться, как огромное количество дольщиков инвестировали в ЖК Сидней Сити проекты ФСК. Мы снимали про этот фильм огромный с рассрочками. То есть, люди сейчас не могут выйти даже за эти деньги, которые купили. И сейчас они лишились, во-первых, всех своих денег. И плюс еще, они еще должны теперь застройщику, а в некоторых случаях, я думаю, будут должны и банкам по судебным решениям. Я думаю, самое время подвести небольшие выводы в рамках нашего выпуска «Все секреты про недвижимость Турции». На самом деле, можно однозначно понять, что в любом случае этот рынок будет развиваться. И в любом случае рынок будет расти. Хотим мы этого или не хотим, устраивает нас цены здесь или не устраивает, рынок будет расти. Есть много точек роста. И может быть, не Алания там в качестве инвестиций, может быть, действительно, Газипаша должна быть в качестве какой-то такой покупки. Но точно что, недвижимость Турции подходит не всем, это факт. То есть, условно, бежать сюда и доставать свои деньги, продавать российскую недвижимость, для того, чтобы сюда реинвестировать деньги, на самом деле, не нужно. Здесь очень крутой климат. Здесь можно покупать недвижимость для того, чтобы самому просто жить и приезжать, и не переплачивать деньги за аренду. Но, скорее всего, многие люди сюда идут с целью какой-то спекуляции, быстрой перепродажи. Я бы, как всегда, не шел бы в историю спекуляции, потому что я считаю, что спекуляция очень опасна, да, если вы не профессиональный инвестор. Если у вас есть активы в Москве, если у вас есть уже активы, может быть, в Эмиратах, вы рассматриваете диверсированный портфель, смотрите разные страны, хотите снижать риски – супер. Здесь прям максимально, как бы, нужно идти и рассматривать данный регион, потому что квартиры с отделкой, цикл инвестиций всего лишь, там, один-полтора года довольно быстро строят. Это вам не дубайская недвижимость. Вход, на самом деле, более-менее адекватный, то есть это, ну, разумные, на самом деле, цены. При этом здесь растет спрос, как и растет туризм, развивается регион, растет арендная ставка, можно зарабатывать банально просто на долгосрочной аренде, не занимаясь, там, не создавая для себя какую-то определенную самозанятость. Рассматривать Турцию в качестве получения гражданства паспорта тоже можно, это отличный вариант. То есть здесь есть очень много разных сценариев, и в любом случае вам нужно обращаться к экспертам, то есть те люди, которые детально знают. То есть приехать и, словно, там, за несколько дней, как я походил, у меня огромная насмотренность, я умею хорошо разбираться в рынке, но я все равно никогда не пойду здесь, куплю недвижимость самостоятельно, начну искать, все равно буду брать, там, экспертов. Да, можно использовать компанию Вячеслава, про которую мы говорили, можно еще других ребят искать, но в любом случае нужно отдельно развиваться, нужно рассматривать разные, так сказать, такие тонкости. Знаете, это кажется, такой момент, сейчас добавлю, что если бы, наверное, недвижка здесь стоила бы, там, типа, 80 тысяч евро, то тогда бы я зашел, тогда бы я купил недвижимость, а вот сейчас 150, я не хочу. Я уверен, что когда было 80 тысяч евро, была такая же история. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, я постарался делать максимально независимо, честно, дать свою информацию, пригласить эксперта, походить, побродить здесь по объектам, и сделать для вас классные, крутые подсъемы. Надеюсь, что вы поставили лайк, надеюсь, что вы досмотрели до конца, и мне, как всегда, важно от вас, вообще, нужно ли нам на канале Smart Rent и мне ездить по разным странам, регионам, для того, чтобы вам рассказывать, стоит ли инвестировать в эти объекты недвижимости. Ну, а с вами был Зубик Викторов, канал Smart Rent про недвижимость. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы. И этот выпуск в Турции был благодаря нашим спонсорам на Boosty, потому что вы поддерживаете нас, делаете независимые СМИ вместе со Smart Rentом. Вам огромный респект. Ну, и, как всегда, с вами был Зубик Викторов, канал Smart Rent про недвижимость. Инвестируйте недвижимость с умом. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok